Данное видео создано в развлекательных целях, всё показанное сегодня по забросу. ШТРЕБУХ Всем привет, с вами Штребух. В этом видео я решил закрепить свой статус пищеварительного гиганта. И поэтому я буду употреблять всё, что есть на этом столе. Включая молоко, рыбу и различные сладкие конфетки. Стол от еды просто жёстко ломится. Помойка порадовала офигенным уловом. Всё очень аппетитно, и я даже не знаю, за что мне взяться в первую очередь. Рыбку я, пожалуй, в сторону отложу. Главное выжить в любом случае. Главное не травануться, и помойка кормит в любом случае. Дегустацию начну с лайма. Нужно немножко взбодриться перед употреблением такого большого количества еды из помойки. Пахнет, в принципе, нормально, но он слегка подзасох. Вот здесь немножко уже начал подгнивать, но это не критично. А этот лайм уже пора схоронить. Я, пожалуй, продегустирую именно вот этот. Вот этот вообще идеальный, а вот этот слегка подгнивший, но это ничего страшного вообще. Ах, блин, немножко тропиками отдаёт. Как будто побывал на необитаемом острове. Ааа, лайм такой, какой и должен быть очень кислый. Кажется, ты гений. Лучшего ответа я ещё не слышал. Офигенно, я, ребят, реально взбодрился. Лайм откладываю сразу в сторону. Итак, следующим лотом, я думаю, пойдёт вот этот творог простоквашина. Срок годности у него до 14-го числа, а сейчас 28-е. Но, судя по опыту, я думаю, что творог, в принципе, должен быть нормальным. Братва, кислинкой не отдаёт. Вроде бы запах нормальный. Капец, абсолютно нормальный творог. Творог просто изумительный. Вкус превосходный. Творог можно убирать в сторону, он нормальный. Я его потом в холодильник положу и скушаю обязательно. Следующий творог, вот в таких баночках, это творог Пискарёвский. Срок годности до 20-го мая. Сейчас 28-е. Фух, главное не просраться. Упаковка немножко вздулась. То есть она взрывоопасная. Братва, он пропал. Очень жёстко воняет, просто невыносимо. Это, оказывается, зернистый творожок. Употреблять его уже невозможно. Молочка, если пропала, то её можно смело хоронить и выкидывать на помойку. А вот это уже что-то интересное. Никогда такое не пробовал. Эта штука называется хумус. Сто процентный. Срок годности январь, февраль, март, апрель. Срок годности до 13-го апреля. Сейчас 28-е мая. Просрочено больше, чем на месяц. Что такое хумус, я вообще без понятия. Пишите в комментариях, если знаете, что это вообще такое. Кстати, братва, пахнет приправами. Возможно, это, скорее всего, какой-то паштет. Но в самом деле реально страшно. Страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Хумус этот сделан из нута. Вкус у него очень странный. Напоминает какой-то паштет, но очень жёстко отдаёт приправами. В общем, эта тема на любителя, хумус иерусалимский, мне эта тема вообще не зашла. Не особо вкусно. Ну, не то, чтобы по вкусу вкусно, но по сути вкусно. Но если бы я хумус любил, я бы дал ему оценку 10 мал из 10. А так, фигня какая-то. Запью это дело вот этой непонятной хренью. Возможно, это компот. Или какой-то бульон. Братва, это компотик. В принципе, пахнет нормально. Просто офигенный. Компотик самое то. А вот эта тема реально опасная. Это зельц. Офигеть! Я в шоке от таких цифр. Этот зельц просрочен на месяц. Срок годности до 29 апреля. Фух, буду пробовать. Отрежу с краешку жопку. Отдает реально каким-то холодцом или колбасой. Не могу понять. Братва, зельц просто обалденный. Очень вкусненький. Пусть и просрочен на месяц. Уберу в холодильник, а потом скушаю. И буду хайфовать. Я думаю, к нему нужно добавить вот этот хайнс. Кетчуп соус. На сроки не будем смотреть. Вообще пофиг. Буду все определять на вкус. Как вкусненько. Братва. Соус офигенный. Зельц офигенный. Продолжаем дальше. После зельца мне что-то захотелось покушать конфеток. Офигеть, да? Это был чей-то подарок на Новый год? Кто-то не съел. Всяли и выкинули. Как можно вот такое выкинуть? Непонятно, что по сроку годности, но выглядит она очень аппетитно. О, да. Как пахнет. Просто изумительно. Очень вкусно. Добавлю я к этой конфетке вот эту шоколадную пасту. По срокам годности она даже не просрочена. Срок годности до 21 года. На улице эпидемия, кризис. А люди такую еду офигенную выкидывают. Неужели они не думают о следующем дне? Ведь завтра, возможно, кого-то из них выгонят с работы. Это будет очень обидно. А мне приятно. Шоколадная паста просто восхитительная. Она намного вкуснее, чем из магазинов. Просто потому, что она мне досталась на халяву. Офигеть. Да я на кладбище такое разнообразие конфет не находил. Кто ходил на гробки за конфетами, пишите плюсик в комментариях. Посмотрим, сколько нас. Здесь еще есть вафельный торт с фундуком. Охренеть. Просрочен 23 февраля. Сейчас уже май. Я возлагаю надежды на этот вафельный торт. И я думаю, ничего с ним не произошло. Что и требовалось доказать. Даже плесени нет. Ах, как пахнет орешками, братва. Вы просто посмотрите. Это просто восхитительно. Очень вкусно, друзья. Просто офигенно. Да, ну снимаем. Че там, бля? Бизнес-партнеры звонили. Найс. Итак. Сладкое, я думаю, заесть нужно вот этой рыбешкой. Зацените. Таранку я вообще в принципе не люблю. Но из помойки грех не попробовать. Пахнет она в принципе нормально. Обычная тараночка. Но что она проявит себя в бою, никто не знает. Братва, я уж тут испугался. Думал там опарыши и плесень. Таранка, скорее всего, нормальная. Попробую только чисто хвостик. Засаленная. Просто капитально. Я думаю, моя кошка тоже хочет продегустировать эту рыбку. Соня получается тоже пищеварительный гигант. Братва, в общем, моей кошке эта рыба очень нравится. Ее, блин, прям за уши не оттащить. Смотрите. На, кусочек. Не хочет. Очень соленая, но довольно-таки вкусная таранка. В принципе, обычная тараночка. Самое главное, то, что она мне досталась на халяву. Блин, очень соленая. Нужно срочно запить это дело молочком. 2,5%. Итак, судя по виду, молоко уже скисло. Срок годности до 10 мая. Буду пробовать. Братва. Молоко скислое. Тупо жесткий кисляк. Ну, я попробую. Может, там, в принципе, нормально. Бывает такое, что молоко пропадет, и его можно употреблять. Молочко просто офигенное. Попадаются небольшие комки сгустки молочка. Но это не критично. Помойка кормит в любом случае. Здесь у меня еще есть 2 пачки яичек. Первая красная цена, а вторая экстра яички. Буду сравнивать их на вкус, так как экстра все-таки дороже, чем красная цена. Поэтому сперва попробую экстра. Яйца реально опасно хавать. Соня, понюхай-ка вот это яичко. Ребят, на запах обычное яйцо. И на вкус вполне нормальное. Яичко просто изумительное. Помойка кормит всегда. Меня насыщает и питает. Ну, а теперь попробуем яички. Красная цена. Дата сортировки 30 марта. Это уже заявочка на госпитализацию. Ну, внешние яйца ничем не воняют. А вот на вкус уже неизвестно, выживу ли я после них вообще в принципе. Мне интересно, что внутри. Возможно, внутри яйца уже есть сформировавшийся зародыш. В принципе, пахнет нормально. Братва, эти яйца тоже нормальные. Просрочены на 2 месяца, но на вкус абсолютно такие же, что и в магазине. Тем более, яички экстра должны быть на порядок вкуснее, чем красная цена. Что-то мне немножко захотелось чипсиков. Помойка мне подарила чипсы Лейс с крабом. Жалко, что они были уже распакованы кем. На запах нормальные чипсы. Чипсы просто восхитительные. Вторые чипсики ЧИТО с сыром. А вот эти чипсы уже даже ничем и не пахнут. Я в шоке. ЧИТОС на вкус абсолютно нормальный. ЧИТОС не то, чтобы по вкусу вкусно, но по сути реально вкусно. Вот эти котлеты мне мусолили глаза целую неделю. Очень интересно, какие они на вкус. Я их так и нашел в таком виде. Вот здесь, возможно, были макароны. Их уже съели. А вот котлеты почему-то оставили. Очень интересно, в чем причина. На вид эти тевтельки абсолютно нормальные. Запах томатный. Буду пробовать. Я теперь понимаю, почему их выкинули. Вот этот красный соус. Он даже газированный. Есть это невозможно. И они, кстати, реально булькают. Я только сейчас это заметил. Вы это видели? Соус газированный. А если приложить ухо, то можно услышать, как срываются пузырьки. После того, как я помешал их, запах усилился. Ну а теперь настало время вот этих пирогов. Или что это, я не пойму. Ну похоже на пироги. Кто я? Нашел его я вчера ночью. Можно сказать, свежачок. Плесени вроде бы на нем нет. По виду нормальный пирог. Ну вот с чем он, я не понимаю. Скорее всего с брокколи. Вот это зеленое. Я поначалу подумал, что киви. Но это брокколи. Раз, два. Не, дерьмо полное. Зацените. Вот здесь уже видно плесень. Просто на том кусочке, который я попробовал, плесени не было. Походу яичный пирог с брокколи. Ой, Мерси. Помойка, я тебя благодарю. Посмотрите, какие конфетки. Две конфетки Мерси. Абсолютно нормальные. С шоколадом в принципе ничего случиться не может. Он может просто засохнуть и побелеть. А этот, как вы видите, темненький, красивенький. Просто восхитительно. Просто офигенно. Нашел я еще тут немало хлеба. Вот, целых две буханки. Такого. А еще буханка. Кирпичика беленького. И все абсолютно нормальное. Нет никакой плесени. Вот этот хлеб выкинули с пекарни. А вот эти лаваши уже под вопросом. Как вы могли заметить, вот здесь есть плесень. Пару темных пятен. А этот лаваш прям жестко позеленел вот именно в этом месте. Но тем не менее, я думаю, он нормальный. Хотя бы вот в этом месте, где нет плесени. Офигенный лаваш. Помажу я его. Крем фишем, кальмары. Что это такое, я вообще без понятия. Возможно, какой-то паштет. Я бы дал шанс этим кальмарам, но не могу. Желудок меня не простит. Они жестко стухли. Это, видимо, такой паштетик на хлеб мазать. А вот этот, кстати, запечатанный. Возможно, вот с этим паштетом все нормально. Он запечатанный. Где, братва, это жесть? Вот это я точно хавать не буду. Потому что все-таки можно педали протянуть. Я думаю, этот лаваш я покушаю с этим сливочным сыром. Сыром, в принципе, тоже ничего не может произойти. Он может поплесневеть. Ну, или засохнуть. Что и вот случилось именно с этим сыром. Как вы можете заметить, вот плесень. И вот еще вот здесь плесень. Сыр умер. Ну, я попытаюсь его воскресить. Возьму вот эту ложечку. И немножечко вот здесь краешку внутри. Попробую его. Скорее всего, он будет нормальным. Что и требовалось доказать. Сыр в этом месте абсолютно нормальный. Намажу его на лаваш. И добавлю еще пару соусов. Благо, их у меня здесь целая гора. Вот, допустим, вот этот Heinz сырный. Я думаю, отлично впишется в мой бутерброд. А еще я бы сюда добавил соус с лесными ягодами калия. А дата производства? Хуй денайдыш. Нигде не написано. Ничего не пойму. О, я надеюсь, он будет нормальным. Ух, беби. Просрочен этот соус, конечно, жестко. Почти на полгода. Очень вкусно, друзья. А нет. Немножко уже вглубь ушла еда. И я понял, что нет. Соусом вот этим жопа. У меня уже жопа вспотела на этом стуле сидеть. Пожалуй, охлажу ее пыл вот этой рыбкой. Это самая жесткая еда в этом обзоре. Это скумбрия, которая, в принципе, не просрочена. Но вот сроки хранения неизвестны. Возможно, ей жесткий пик. Фух, буду пробовать. Ммм, да пахнет-то как. Очень приятно. Рыбка, скорее всего, вкусненькая. Мау! 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 Соня, попробуй. Братва, рыбка очень вкусно пахнет. Соня, дай оценку. Я думаю, эта рыбка 10 малых из 10. Если Сонечка ее уже кушает, так я и подавно буду. А внутрь рыбы засунули рыбий хвост. Приятный бонус к рыбке, потому что рыба-то с хвостом... Ммм, блин. А я думал, рыбе это вообще жопа. Оказалось, она вполне нормальная. По запаху точно. А вот на вкус сейчас буду проверять. Ммм, ммм. Рыбка просто жасшебенная. Очень вкусная. Я такого не ожидал вообще никак. Рыбка просто офигенная. 10 малых из 10. Запью это дело снежком. Веселый молочник. Весьма интересно, вкусный он вообще или нет. И, кстати, он какой-то весь зарыганный, мокрый. И у меня даже по пальцу уже стекает какая-то капля воды. Срок годности до 16 мая. А сейчас... 28. Братва, снежок просто восхитительный. Сладенький такой. Вкусненький. С рыбкой самое топ. Погнали дальше. На подходе здесь офигенный легкий йогурт под названием Симпл. С голубикой. Проблема вот в том, что его уже кто-то вскрывал до меня. И это меня не особо радует, потому что, возможно, кто-то больной коронавирусом его употреблял. Я не стану рисковать и не буду рисковать. Вот этот Хайнс уже кто-то употреблял. Здесь примерно полбутылочки. Но его точно не ели ложками. Поэтому... Поэтому его, я думаю, можно употребить. Я когда пиржу, примерно такие же звуки издаю. Бля! А вот этот соус просто офигенный. Итак, здесь еще есть вот такой пирог из магазина Достоевский. У меня, кстати, вот есть еще один. Но этот лежал сверху. Поэтому продегустируем. Surprise, motherfucker! Бля! Интересно, как можно было пирог довести до такого состояния? Попробую чисто, слегка, на язычок. Маленький кусочек. Не вздумайте за мной повторять. Вот такое употреблять смертельно опасно. Это просто жесть. У меня даже руки почернели. Такого я никогда в жизни не видел. Итак, проверим вот этот пирог. Ах, дырочка у него уже немножко волосатая. Оу май! А это первые признаки плесени. Нет! Пиздаю! Я попытался дать ему шанс, но у меня ничего не получилось. Я приближаюсь уже к финалу. И главное, чтобы это не был финал моей жизни. Здесь есть сметанка 20% простоквашина. Ой, она слегка газированная, очень опасная. Но я ее все-таки решился попробовать. Сметанки жопа. Но зато есть еще вот такое овсяное печенье. Печенье просто офигенное. А еще есть вот такой королевский сыр под названием сыра богата. Дата производства 12 мая. Поэтому я думаю, что с ним все нормально. Добью-ка этот сырок вот этим кефирный коктейль с клубникой. Как простоквашина. Пахнет он в принципе нормально. Вот жалко только то, что его уже кто-то употреблял. Он слегка газированный. Но я думаю, это не критично. Все-таки это бифидобактерии из помойки. В принципе, все самое основное я уже попробовал. Вот эти конфетки нормальные. Я парочку штук уже продегустировал. Вот еще меня заинтересовал вот этот Твикс Мини. О-о-о-о! Твикс с белым шоколадом. Охренеть! Вот это, блядь, джекпорт. Братва. Братва, очень вкусно. Помойка меня радует, как обычно. Питает и насыщает. Если вам понравился этот обзор, поставьте лайк за старание. Из-за мою смелость. Также подпишитесь на мой канал. И посмотрите вот эти видосы. С вами был Пищеварительный Гигант. А если меня прорвет на толчке, я обязательно засниму сториз в свой инстаграм. Ссылка будет в описании. Всем пока!